Бабушка, что-то мне не нравится вкус этой колбасы. Ешь, что дают. Я не могу её кушать, она какая-то не такая. Из чего она сделана? Это не твоего ума дело. Я не буду кушать, пока ты не ответишь. Так, знаешь что, Балди, я вижу, ты не голоден совсем. Значит, иди погуляй на свежем воздухе, а как нагуляешь аппетит, приходи. Нет, это точно не колбаса. Уж я-то знаю. Я-то разбираюсь в колбасных обрезках. А это кто? Здравствуй, девочка. Что ты делаешь в тёмном лесу вечером? Уж не заблудилась ли ты? Привет. Нет, я не заблудился. Ты не... Да, я не девочка, я мальчик. Меня зовут Салли Крамсали. А меня зовут Балди. Очень приятно. Салли Крамсали немного странное имя. Тебе не кажется? Вообще-то, моё полное имя Салли Фишер. А Крамсали это прозвище. Так меня дразнили раньше, но я решил оставить это прозвище себе. Ведь согласись, что не так обидно, когда тебя обзывают твоим собственным именем. Согласен. Наверное, тебя так обзывали из-за твоей маски. Это протез. Прости. Наверное, мне не стоило заострять на этом внимании. Ничего страшного. Я уже давно привык. Я понимаю, что выгляжу немного странно, но по мне лучше уж в маске ходить, чем показывать моё настоящее лицо. Дело в том, что, когда я был совсем маленьким, меня покусала собака. Тогда я ещё не знал, что лезть к собаке, когда она кушает, не стоит. Она пыталась развернуть мордой пакет с едой, а я решил ей помочь в этом и потянулся к пакету. Она, наверное, подумала, что я хочу забрать у неё еду и укусила меня за лицо. Мне очень жаль, что так вышло. Мне тоже. А почему ты носишь хвостики? Ведь это девчачья прическа. Брось. Нигде не написано, что хвостики могут носить только девочки. Мне так нравится. И мне всё равно, что думают по этому поводу окружающие. Понятно. Но всё же ты так и не ответил на мой вопрос. Что ты делаешь в тёмном лесу, так далеко от города? Я не живу в городе. Мы с отцом поселились в апартаментах в двух-трёх километрах отсюда. Я вышел прогуляться по окрестностям. Люблю поразмышлять в одиночестве, на природе. А в смысле жизни? Уж не рановато ли? Нет. С чего ты взял? У меня есть более насущные проблемы, которые я пытаюсь решить. Вот, например, сейчас я занимаюсь расследованием дела о колбасе. Так-так-так. Очень интересно. Расскажи. В моей школе, в столовке, в сэндвичи кладут колбасу. Очень странную на вкус. Мы с друзьями решили выяснить её происхождение, так как нам кажется, что с ней что-то нечисто. И что? Выяснили? Пока что нет. Но мы близки к разгадке. Какое совпадение! Тебя, похоже, ко мне сама судьба привела. Дело в том, что сегодня на ужин бабушка дала мне колбасу. И меня тоже терзают смутные сомнения по поводу её происхождения. И всё такое. И не мог бы ты и мне помочь выяснить, из чего она сделана? Я так понимаю, опыт у тебя в этом деле уже имеется. Не вопрос. Показывай свою колбасу. А вот и она. Колбаска. Так-так-так. Выглядит как самая обычная колбаса. Нужно выяснить, кто производитель. Где она её покупает и сколько она стоит. А что тут выяснять? Производитель моя бабушка. Я сам слышал, как она её готовит. Проходил я мимо кухни. И услышал, как бабушка сама собой разговаривала. Будет ему колбаска. Хе-хе-хе-хе. Он даже и не догадается, глупенький. Я решил заглянуть и узнать, в чём там дело. Но она меня выставила на улицу. И велела не заходить в дом, пока не позовёт ужинать. Понятно. Значит, тут действительно что-то нечисто. Раз твоя бабушка это скрывает. Смотри. Красное пятно на полу. Это кровь? Не знаю. Но мы можем проверить. У меня есть устройство, сделанное из обычной игровой приставки. Это устройство засекает и визуализирует зоны паранормальной активности. Пара-пара-что? Проще говоря, если тут был кто-то убит, то мы увидим его призрак. И сможем пообщаться с ним, узнав много интересного. Мне страшно. Я боюсь призраков. Не бойся. Призраки не кусаются. Они не причинят вреда. Буряк? Да. Похоже, это обычная красная свёкла. Вы не представляете, что она со мной сделала. Она разрезала меня пополам. Да, это неприятно. Я сочувствую тебе. Послушай, ты не знаешь, из чего бабушка приготовила колбасу? Откуда же мне знать? После того, как я выскользнул из-под ножа и упал на пол, она выбросила меня. Но вы можете заглянуть в холодильник. Там она хранит продукты. Там я жил, пока не произошла беда. Открывай холодильник, Балди. И тут, Буряк, никаких следов мяса. Странно. Взгляни, Балди. На этом ящике красные следы. Возможно, твоя бабушка, когда резала Буряк, вынимала из него что-то. Но он на кодовом замке. Значит, она тут что-то прячет. От посторонних глаз. Возможно. Но нам никогда не узнать. Код этого замка. Смотри. Думаю, эти следы она оставила специально для себя. Чтобы не забыть код. Судя по всему, код 4 единицы. Так. Сейчас проверим. 1, 1, 1, 1. Отлично. Ящик открылся. Горох. Горох? Да. Все непонятнее и непонятнее. Не могла же твоя бабушка сделать колбасу из гороха. Идем проверим прихожую. Когда мы зашли в дом, я почувствовал там приятный колбасный аромат. Тут мы иногда кушаем по праздникам. Ты чувствуешь запах колбасы? Да, немного. Сейчас проверим на приставке. Какая же злая у нас судьба. Так бесславно окончить жизнь. Что тут произошло, говорящая колбаса? Ах, мальчик. Твоя добрая бабушка принесла нас сюда, чтобы ты нас покушал. Но твоя злая бабушка увидела нас и скормила собаки. Это было ужасно. Собака проглотила нас целиком и даже не подавилась. У тебя есть еще одна бабушка? Да. У моей злой бабушки есть сестра, которую она не любит. Так как считаю, что своей излишней заботой та губит мое здоровье. Поэтому злая бабушка закрыла ее в тайной комнате. На втором этаже, подальше от моих глаз. И мне запрещено туда заходить. Значит туда пойду я. Мне необходимо с ней поговорить. Веди к тайной комнате. Странно. Эти стены всегда были закрыты. А теперь нет. Что-то произошло. Бабушка? Бабушка? Где ты? Ее тут нет. Неужели злая бабушка сделала колбасу из... Из... Мне даже страшно такое представить. Настало время поговорить с твоей бабушкой. Она у себя в комнате. Там сейчас идет ее любимый сериал. Игра рассолов. Балди! Что ты врываешься так внезапно? Ты же знаешь, что тебе нельзя видеть этот сериал. Тут столько непотребства. А кто эта девочка? Это не девочка. Это мальчик. Он мой друг. И он помог выяснить, из чего ты сделала колбасу. Это ужасно, бабушка. Как ты могла пойти на такое? Прости, Балди. Я не думала, что ты догадаешься. Мы вынуждены позвонить в полицию и сообщить об этом. Что? В полицию? За вегетарианскую колбасу? Извините. Вы могли бы рассказать, из чего вы сделали колбасу? А то мы совсем запутались. Ну, теперь, конечно, придется рассказать. Балди у меня давно просил колбаску. Но я против, чтобы он ел ее. Так как она вредна для здоровья. Вот я и решила сделать вегетарианскую колбасу. Из гороха и красной свеклы. В рецепте было написано, что по вкусу ее не отличить от колбасы из магазина. Поэтому я решила, что Балди не догадается. А где же тогда ваша сестра? Я был у нее. На втором этаже ее нет. А вы подумали, что я колбасу сделала из нее? Нет, что вы. Я отправила сестру отдыхать в санаторий Солнышко. А как же колбасы, которые вы скормили собаки? И откуда вы все знаете? Ничего от вас не утаишь. Да, после того, как сестра принесла для Балди много колбасы, зная, что я запретила ей вмешиваться в его питание, я отправила ее в санаторий, чтобы она мне тут не мешала. А колбасу я отдала собаке, так как считаю, что она вредная. Наконец-то все разъяснилось. Дело о колбасном инциденте закрыто. Но я хотел бы вам сказать кое-что напоследок. Если вам нравится вегетарианская еда, то кушайте на здоровье. Но ребенка нужно кормить не только овощами, но и мясными продуктами. Растущему организму нужны жиры, белки и углеводы. Какой же ты умный, Салли! Как я рад, что встретил тебя! Всем привет! Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали! Игрулька ТВ привет! Арина Гафурова привет! Бройс привет! Сэмми Лоренс привет тебе! Король Игр привет! Аааа Валера привет! Лейн привет тебе тоже! Дина Кэт привет! Арина Камышная Влог привет! Зарубежный Геймер привет! Ну, на этом, в принципе, все. Вы только подписывайтесь на наш каналчик, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых роликах. И пишите в комментариях свои приветы. Ну и делитесь с друзьями в соцсетях. Пока!